Девушки отдыхают Девушки отдыхают Выйдет в хороший лейт, если тут до лейта дело дойдет Вообще в прошлой игре Айс 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 вы видели, что сотворил с командой ХГТ Это все было интересно и ярко, но очень быстро Очень быстро для нас и, наверное, неимоверно быстро для команды ХГТ Они не успели оглянуться, у них уже не было одной линии Топ полностью снес вплоть до хайграунда И Т3 тоже забрал Айс 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 с самой Паучихой и Паучатами ее Напаучал, так сказать Опять Найт Сталкер от команды ХГТ на мидлейн Эйр забирает Энесса для себя В прошлый раз не зашло Вообще не зашло даже близко Вестбрук теперь играет на Спирит Брейкере В прошлой игре был Брюмастер А вот Кака на Баунти Хантере понравилось играть Я не знаю, что Кака себе думал Может показалось, что просто не зашло Но, по-моему, дело вообще не в этом Не зашло, потому что не могло зайти в принципе На этот раз Хау берет себе Фантом Ланцера В прошлой игре играл на Герокоптере И там тоже не зашло Айс 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 Если бы не Айс 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 вытащил команду у нас на поверхность То Вич и Гейминг долго бы очень даже ковырялись Загнобили там на легкой линии в прошлый раз Герокоптера Сейчас Хау будет на Фантом Ланцере На легкой линии Если бы не Айс Айс Айс, то Герокоптер очень долго свои артефакты бы выфармливал Ну, теперь Айс 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 играет на Морфлинге Морфлинг с бородкой Сделайте меня развидеть это Дота творит какое-то... Что-то просто непонятное Морфлинг с бородой Водичка с бородой Лицо Сатира Козье лицо у нас на Айс Айс Айси Жуть какая-то Ну что, у Айса Два манга с собой На всякий случай Также есть танго Есть Ринг оф протекшн Ну, просто терпеть Терпеть на сложной В принципе, рейнш-атаки неплохой Эскейп, если что имеется Можно будет Из любой дыры вылезти Эйр На Найт Сталкере в мидлейн. Против него стоит Драгон Найт. Два милишника у нас борются в мидлейне. Дальше Кокан. На Баунти Хантере. Вест Брук на Спирит Брейкере. Финрир и Хао со стороны команды Вичи Гейминг. Спирит Брейкер разогнался у нас. Побежал Финрира. Вест Брук пытается здесь развалить Финрира. Пока ничего не получается. По-моему новая анимация атаки у Спирит Брейкера. Точнее надетая анимация, как я понимаю. То ли это им Мурталовский шлем дает, то ли что это. Чарджер Даркнесс немножко другой. Не очень понял с чем это связано. Возможно со шлемом. Ну а здесь стоит фармить ЗСМЖ на Кентавре. Против Айс Айс Айса. И Айсу не очень дискомфортно здесь должно быть. У ЗСМЖ второй левел, у Айс Айс Айса второй с половиной. Притихоуз здесь начинает отводы крипов. В принципе и Морф может подойти туда. Там немножко подфармить. Ну развалили Финрира у нас на топ лейне. Леон отправляется в таверну. Вестбрук забирает первый фраг команды ХГТ. По голде стандарт. По экспе такой же стандарт. 132. Фактически ничего не дали. Но второй левел Спирит Брейкер в итоге заимел. Пассивка в один. И Чарджер Даркнесс для Спирит Брейкера тоже в один. На мид лейне. Эйр 10 на 1 имеет крип стату. Супера 9 на 1. Эйр только-только принес себе боту, лабузит Курьера. А Супер бегает у нас с батлом за рунами. Тоже неплохой вариант. Лина просела. Очень сильно просела. Лина Айс Айс Айс. Через 4 секунды будет иметь вейв форм. Но здесь недалеко ФВай. Спиритов у него нет. Первого левела ФВай. ФВай может здесь еще и от ЗСМЖ развалиться. Хотя если разрезать начнет ЗСМЖ. То у Тайс Айс Айс просто сбреет у нас Кентавра к черту. Пошел стан у нас от ЗСМЖ. Лина на развороте по ФВай. Вейв форм от Айс Айс Айс. То, о чем я говорил. В итоге ФВай живой. ФВай отпевается. Крипы не сильно у нас. Ой, как не сильно крипы-то. 8 хп у ФВая. Быстрее, быстрее отпеваться руной. Тизер есть. Где ты, Айс Айс Айс? Спаси беднягу. Убили Лину. Счет стал 1-1. ФВай здесь просто на характере вообще. Выставил до последнего на паузе. 7 хп оставил, но ушел от Кентавра. Айс 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 знал свою цель. Его цель была Лина. Лина отправляется в таверну. У Морфинга 1 на 0. Кдач 5 на 1. Крипстат. Все у Морфинга хорошо. Вообще Айс чудесно играет. В составе команды Вичи Гейминг смотрится просто на ура. Последние матчи 6 я смотрел. И что не сложное, то песня. На легкой линии команды Вичи Гейминг. Хао 11 на 2 счет. На Спирит Брейкера. Давайте посмотрим. У него 9 на 3. Тоже не сильно Вестбрук проседает. По фарму. Третий с копейками левел. У Хао 4 вот-вот только-только появился. В 2 вкачан Спирит Ланс. И Доппельгангер тоже вкачан в 1. Пошел здесь вард от Финрира. Финрир на лоу ХП. КК в Хексе. Но еще один удар и разваливается Финрир. Прилетает сюда ФВАЙ. Ну, КК здесь в принципе уйдет. Просветки нет. Вестбрука тоже можно ловить. Нет. Хао переключается на крипов. Ему выгоднее пофармить, как я понимаю, чем убивать Спирит Брейкера, которого попробую еще догони. Ну и улетает отсюда ФВАЙ. Зачем прилетал, непонятно. ФАЙ и так был уже заранее проигран. Супер. Стан пошел в Эйра. КК уже здесь. Разгон в Супера. Вот Спирит Брейкера несется. Принесся сюда. Разваливает у нас КК. Супера стараются выхилять Войт от Найт Сталкера. Минус Найт... Минус Супер. Ну и здесь Притихоу внизу умирает. Айс 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 в Соло разваливает у нас Лину. 3-3 счет. Экшена предостаточно. По всем фронтам матчи, кровь. Все это валяется по карте. Ну, зрелище, зрелище. Вы же этого хотели. ЗСМД. 12 на 2. Пятый левел. У Айс 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 4 с половиной. Пока Айс 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 у нас гулял по лесу. Гонялся за Линой. в это время за SMJ фармил. 13 на 2 у него и 13 на 3 у Морфлинга. Висп забирает у нас Баунти Хантера. Кака, что случилось? Вторая игра подряд 0-2. Странно. Разве есть здесь какая-то системность в этом? Нет, не думаю. Не может быть. Кака умирает просто потому, что это стечение обстоятельств. Я думаю, еще 3-4 игры можно играть на Баунти Хантере. Кака? Такое ощущение, что он просто отрабатывает этого героя. Тренируется на нем в Айлиге, в которой призовой фонд уже за 450 кусков перевалил. Лина в это время убивает Морфлинга. На топ-лейне, ой, на ботом-лейне, точнее, SMJ, понятное дело, тоже здесь принял участие. У Супера есть 6-й левел. Под Вардом стоит КК. Можно его подстопить, хотя Эйр у нас врывается в Супера. Ну и разгон пошел в Супера. Надо останавливаться в Вестбруку. Ну не такой же ты оторванный. Нет, Вестбрук не идет у нас под Тавр. Правильно все делает. Здесь Драгон Найт уже с откатившимся станом. Брисфайр был бы и Фуай тут изувечил бы вместе с Супером Спиритбрейкера. У Веспа пока только 4-й левел. Релокейтов не наблюдаем. Рановато. АПЛ в это время фарми 32 на 33 даже на 9 у Хао. Так. Вестбрук убивает у нас Леона. Где? Леон, где? Кто это сделал, Леон? Покажи. ЗСМЖ здесь ловят. Стомпит провязал ЗСМЖ и весь Стомпит простоит в стане. Вейформ от Айс Айс Айса. Адаптив Страйк дальше в Кентавра. Кентавр старается сделать ТП-аут. И... улетает отсюда. Полетел удар у нас в ЗСМЖ, но он уже к тому моменту отхилится. Я думаю, что ВИЧ и Гейминг могут смело забирать Тауэр. Так, на лоу ХП здесь Хао. Гонит его Эйр. ТП-аут. Надо делать Хао срочно. Вообще. Нет, Хао никуда не уходит. И выхилять нечем его. Все, ТП-аут на Фонтан. Разгон у нас пошел в Спиритбрейкера. Не понял я. Разгон в Крипа и зачем? Ну, мало ли. Может, в Инвизе где-то был Хао. Задеть его. Драгонайт забирает у нас Тауэр на нижнем лайне. Сложная команда ВИЧ и Гейминг, по-моему, выиграна. 23 на 8 у Айс Айс Айса. 18 на 3 у ЗСМЖ. Айс Айс Айса не ловит здесь Притихау. Промазывает Лайт Страйк Эре. Мы теперь на развороте. Морфинг здесь уже есть супер. Подкоп пошел у нас по Притихау. Стан. Вейфор. Морф разваливает Лину. ЗСМЖ в панике отсюда бежит. Туговато, конечно, приходится команде ХГТ по Галдевич и Гейминг. 1000 по экспириенсу 400. Только потому, что ранние минуты. Но, с другой стороны, 5-5 по фрагам. Не такое уж и серьезное преимущество. У нас уже манга отображается в файт-рекапах. Ну, а почему бы нет? Манга дала 150 маны. Моментально. На один каст хватает. Уэст Брук на Спирит Брейкере. Уже есть урнов Шадоус, есть Пауэр Трэдс, Хилинг Селф, Морбов Веном и Маджик Стик. Ну и Стаут Шилд тоже имеется. Короче говоря, всякой ерундой укомплектован. Фантом Ланцер, в свою очередь, приобрел себе Пауэр Трэдс и Рингу Факвилла. И посмотрите на Пээла. Вроде немного артефактов, но как все аккуратно лежит. И посмотрите на Вест Брука. Просто всего понапихано в этом билд. И толку почти никакого. Ульта пошла в Хао. Здесь уже Фуай, и Вест Брук может здесь сам отъехать. Хао, Юзай, Ланс. Да, Ланс полетел в Притихоу. Притихоу здесь умирает без вопросов. Стампит от Кентавра. Недалеко у нас Фуай. Если что, кого-то подускорит. Ну и Фантом Ланцер. Дальше за Вест Бруком Хекс по нему. Спирит Брекер, скорее всего, умирает. Да, разваливает Вест Брука. 7-5. Даблкил для Хао. Хао первый по Крипстату. По КДА. 2-0. Все хорошо. По Нетворсу тоже первое место. 3-860 для него. 3-700 у Супер. А дальше уже идет Вест Брук. 3-200 и 3000 Эйр. 3-100. Эйр перемещается у нас на топ лейн. Ну куда тут? Адаптив Страйк полетел в Эйра. Оттолкнули. Не вариант вообще выходить. КАКА пришел. Привет, КАКА. Ударил и валить. Айс-айс-айс. Пошел назад, Эйр. Так, во что у нас Пейл выходит? Тысяча голды на руках у Хао. Ничего не покупает. Но я думаю, Блейд и Фалакрити сейчас появятся. Через 5 копеек. Фай на руне. Фай, во что ты играешь? Здесь уже супер. Эйра стопят. Сразу же стан в него. Размазали просто по асфальту Лину. Эйр тоже на лоу ХП. Эйра развалили. Хао ловит у нас ульту от Вест Брука. Хао. Доппергангер на хайграунд. С хайграунда Ланс. Вест Брука. И сам ТП-аут отсюда по-быстрому. Вест... Ой, как классно вообще кайтят всех игроки команды. Вичи Гейминг. Задувка минус 3. Потеряли только одного Виспа. Но там Висп должен был умирать. Он в самом центре событий. Его просто тут в драке кто-то кулаком задел. Висп у нас без мозгов остался. Выбили все, что могли. Вичи Гейминг. 2,5 по золоту. По экспириенцию полторы тысячи. Это первый раз, наверное, когда мне нравится какая-то китайская команда. Обыкновенно интересная дота от них не увидишь. Либо это моментальный пуш, либо это абсолютный тухляк на 70 минут. Здесь же ничего и такого. Абсолютный экшен. При том, что персонажи, как по мне, вообще не экшеновые. Вы понимаете, Морфлинг, который не должен у нас в файтах участвовать, по идее, до 184 минуты. Морф умудряется на ранних лвлах в каждой драке просто. Свою воду вливает в каждую дырку абсолютно. Тот же Фантом Лансер, который не должен у нас драться, должен фармить, фармить, фармить в каждой драке. В каждой. И тут тебе и крутые мувы, и в лес спрятался, и залетел на хайграунд, оттуда тп-аут. Ну, классно все. Висп, правда, немножко подфиживает, но это его дело. Хотя нормально идет. 1-1. Мне показалось, значит. Ну что, по голде 3.5 в ВИЧе Гейминг, по экспириенсу 2.5. Тоже они. Тоже они. И все у них очень даже складно смотрится. Висп. От Эфуая. Вместе с Айс-Айс-Айсом попробую развалить этого Айс-Айс-Айса. И посмотрите, ничего на Айс-Айс-Айсе интересного нет по сути. Солл Ринг имеется, Транквил Буцы, Орпов Веном, Перчатка, ну и что. И просто скиллами здесь Морф валит. На мидлейне файт. Эйр провязал у нас с ульту, и с этой ультой Эйр у нас и умрет. Фантом Лансера, правда, забрали. Или нейтралы, или кто, или кто, или нейтралы. Баунти Хантер забрал Фантом Ланцера, кака! Кака умничка, наконец-то! Врыв у нас пошел на Супера. Кто в кого врывается, еще непонятно. За SMJ на лоу ХП, Супер задувает. Минус за SMJ, Уэсбрук на лоу ХП, подстопили его. Чарджи в Даркнесс, черт знает куда, просто бы свалить из этого ада. Ну и что? И в итоге 2 в 1 подрались. Ворвались на Супера, себе дороже оказалось. Нет, не 2 в 1, но Фантом Ланцер не считается. По голде поднимается здесь, безусловно, Вичи Гейминг. По Экспириенсу тоже Вичи Гейминг. 2 кила на мидлейне. Просто так. Вэсбрук, Чарджи в Даркнесс есть. Беги отсюда. Вэсбрук только и делает, что слайна на лайм бегает. Ой-ой-ой. Останавливается здесь в кустах, просто сделает тэп-аут. Загнали Вэсбрука дико. 4,5 Вичи Гейминг по золоту, по Экспириенсу 3,5. Это какая-то антидота от Спирит Брейкера. Продолжение файта. Раздавили здесь просто Баунти Хантера. Куда делся здесь МД? Вэсбрук врывается в иллюзии ПЛ. Добейте Тауэр, не мучайтесь. Ульта там в кого-то пошла, да? Нет, Вэсбрук у нас не провязал ульту. Хотя пытался. И все, Т1 по топу забирает Морфлинг. Дальше разваливают Лину. Морф продолжает драться. За СМД. Танкует, но пока не очень у него это получается. Хотя, тем не менее, потенциал некий присутствует. Супер! Стан за СМД. Стомпид есть. На Стомпиде бежает СМД. За ним копье. И все. Ничего тут особенно команде ХГТ не светит. Очень классно дерется Вичи Гейминг. Видно, что... Видно, что команда выше классом. И тут ни дать, ни взять. 8000 на 14-й минуте по золоту. 6000 по экспириенсу. Команда, которая просто из другой лиги. ХГТ. Молодцы, безусловно. Они играют в Китае. Они смотрятся на уровне. Да, им возможно место в топ-дивизионе Айлиги. Все это понятно. Но Вичи Гейминг оправдывает надежды, которые возлагает на них вообще все мировое комьюнити. Их поставят на первое место. У нас, конечно, в чате писали, что Вичи Гейминг лошки тупые. Но так я смотрю, не самые лошки. Может, туповатые где-то, но не лошки. Это точно. ВГ просто месяц. 718. 11000 золота. 7500, даже 8000 экспа. Это просто время сейчас такое. Раннее. Ну, жесть просто. Просто разносят к чертовой бабушке команду ХГТ. Не получается у ХГТ сделать ничего. Я думаю, что причина не столько в команде ХГТ, сколько в том, что Вичи Гейминг в порядке. И это видно. Это видно. Они набирают форму. Они не только против ХГТ так смотрятся. Они так смотрятся и против Ньюби. А, секундочку. Ньюби, да, по-моему, у них в группе. Да, они так смотрятся против Ньюби, которые в их группе. Они так смотрятся против Тонг-Фу, против Дикей, против всех-всех-всех. Ну что, Супер, врыб у нас за СМД. Жирный Кентавр выживет ли? Выживает. Пока что разгон на Супера. На Айс, Айс, Айса. Трек бросили на него. Ульта пошла в Айс, Айс, Айса. Айса должны здесь убивать. Да, наконец-то. Убивают у нас Айса. И посмотрим, сколько голды подняли с него. Я думаю, очень много. 218 на руки получил Найт Сталкер. А все, я думаю, получили побольше. Общее. Давайте Fight Recap. Полторы тысячи. Полторы тысячи. Вот, пожалуйста, трек и важный килл. И 1600 по экспириенсу. Так вот, закончу. Посмотрим пока на фавориты этого матча. Какая на Баунти Хантере. Закончу мысль. Вичи Гейминг уже играли против Ньюби. Развалили их 2-0. Вичи Гейминг играли против Тонг Фу. Тоже их уничтожили. Ди Кей. Не знаю, играли, не играли. Но ДК вообще тут не очень смотрится. Две игры, два поражения. Вичи Гейминг. Пять игр. Бест оф 2. Десять очков. То есть все игры выиграны. Со счетом 2-0. Ни одного поражения. Так, ульта у нас от Веспа. Релокейт вместе с... С кем? Вместе с Финриром. Саппорт возит за собой саппорта. Просветили у нас КК. Оставь его, ФА. Оставь у нас Леона. Леон без даггера. Позор. Леон от крипов бегает. Какая веселая команда, Вичи Гейминг. Кто чем занимается? Леон от крипов бегает. Супер подошел в соло. Бьет Т2 по мидлейну. КК вообще сам по себе хорош. Еще и репликейт у нас у Драгонайта. Кстати, что там? Будет ли Аганим, интересно, сегодня на Айс-Айс-Айсе? Посмотрим. Да, собирается в Аганим у нас Айс-Айс-Айс. Есть уже Фоинт Бустер. Есть Огр Клаб. Поймали Вестбрука. Черджер Даркнесс прекращается, когда ты в Хекссе находишься. Ты не ты, когда ты Хекс. Ну, Фенрир здесь в итоге умирает. Ну и Притихоу, скорее всего, тоже убьют. Не жалеет вообще его. Супер. Провязал БКБ. Зачем, правда, непонятно. Видимо, от Лины как-то обезопасится. Та Лина сама по себе была не опасна. По итогу файтов плюс и Вичи Гейминг. Один в два подрали. 750 по голде. А ВГ по экспириенсу 1700 тоже для них. Менма 2000. Небольшой вопрос. Кто Лашки Лина играет за команду ХГТ? Если ты не видел, что Лина ультанула хотя бы один раз, то это трабл команды ХГТ, не Вичи Гейминг. Вичи Гейминг нет Лины. Если ты смотрел прошлую игру, то ты должен был видеть, какие Вичи Гейминг не Лашки, и как там Таура падали за 8 минут, линию снесли. Айсайсай спушил весь топ соло, абсолютно без чьей-либо помощи. На Бродмазер. Говоря простым и банальным языком, не мочи, пожалуйста. Хотя, может, и спутал Вичи Гейминг и ХГТ. Так, ну что, ВГ 12 тысяч по золоту, 12 по экспириенсу. Ждем на морфлинге, агоним. Это, наверное, единственное интересное, что может здесь появиться. Ой, супер разбрили. Айсайсайса должны разваливать. Минус 2. Это такие дорогущие минус 2 для команды ХГТ. Они тут 3 миллиона долларов должны были выиграть. Ну, 3 миллиона голды просто за один файт. 2 750. 3 824 по экспириенсу. Лучших забрали просто. Лучших из лучших. Фантом Лансера еще надо было туда. ФВА у нас. Без релокейта, значит, не улетит. И на помощь непонятно, придет ли кто. Приходит Крип на помощь. Финрир уже здесь. Стан от ЗСМД. ФВА разваливается. Финрир тоже на лохэп. Вестбрук валит Финрира. Да это будет Тим Вайп. Где, где, где Хао? Бейте Хао всей толпой. Стопят Хао. Хао разворачивается. На лохэп уходит Кентавр. Минус 4 в этом файте делает ХГТ. И если бы Хао забрали, это был бы Тим Вайп. И это было бы... Очень много денег. Очень. 1900 за двух саппортов. За Леона и за Веспа. И 2000 экспирианса. Ну, я не знаю, такие подарки дарить. Кто бы мне такие подарки дарил? Это же просто наследство какое-то команде ХГТ. В 3 миллиона долларов осталось. Тратьте, ребята. Давайте ждем обновления графиков. Я думаю, тут тысяч 5 точно отыграли ХГТ. По экспе, видим, с десятки до пятерки уже спустились. А по золоту где? Что с графиками? Сломались мои графики. Ладно, посмотрим. Blaze 7315, спасибо большое. Они не пытаются пушить, потому что у них есть Морф. Который, я думаю, собирает Аганим. И надо прочекать, как это на про-уровне будет смотреться. У Морфлинга добавили Аганим с новым патчем. Объясняю свою версию, почему ребята не пушат. И почему свое преимущество не реализуют. Они прекрасно понимают, что если ты не допушишь, могут в обратку пойти и тебя распушить. Правда, у команды ХГТ нет таких героев по сути. Здесь есть Фатом Лансер, которому может нафармить его попробуй спуш. Здесь есть Морф, который нафармил уже его попробуй спуш. Здесь есть Драгон Найт, которого не перепушат игроки команды ХГТ. Сплэш, куча дэмэджа, БКБ. Его просто не убить, его не развалить. Поэтому Вич и Гейминг могут тупить, сколько им захочется. По пику в лейте они намного сильнее. Нет лейтуа у команды ХГТ. Спиритбрейкер не лейт, Кентавр не лейт. Это все смех. Вот за СМЖ. Ворвался у нас в Рошпит. Здесь его уже ждали. Супер разваливает у нас в итоге... Нет, Морф разваливает у нас Кентавра. Эй, быстрее БКБ валить отсюда. Как она, лоу ХП. Кака в таверну, минус 2 делает команда Вич и Гейминг. Ну, развернитесь, бейте Роху. Не пробовал рекламировать себя. Жалко, что такой комментатор пропадает. Рекламировать каким образом? На телевидении или развешивать свои стримы на столбах. Как рекламировать? Я появляюсь на Твиче, меня видят. У нас есть группа, у нас есть соцсети, мы даем запросы, нам отвечают. Выходим на официальный уровень. Я пробовал себя рекламировать. Наверное, поэтому ты сейчас меня видишь. Я без иронии говорю, а просто по сути. Мне кажется, если бы не реклама, которую мы пробовали, чем мы занимаемся, то не факт, что этот вопрос я здесь бы от тебя услышал. Так что располагайся поудобнее, мы продолжаем. 23,5 минуты сыграно по Галдевич и Гейминг. 11 тысяч по экспириенсу. 750. Дело в том, что игры, которые никто не стримит, не стримятся по нескольким причинам. И одна из этих причин наиболее важная. В том, что организаторы не дают возможность стримить эти игры. И вторая причина, которая гораздо сложнее, которую гораздо сложнее обойти, это то, что игры, большинство игр сейчас в формате приватного лобби. Их нет в Dota TV, их нет по тикетам. Поэтому даже если ты захочешь попиратить и постримить эту игру, при учете того, что нет русских комментаторов, ты захочешь там срубить жирный кусок просмотров, у тебя нет такой возможности. Ты не можешь найти приват-лобби, а угадать пароль... Ну, понимаете, я думаю. Что, пошла команда ХГТ. В ответ FY. Ловят у нас Сайленс. FY могут забрать. Вазбрук неплохо здесь бьет с руки. За Хао побег. Ну что, минус 2 уже сделали. Забрали Супера, хотя казалось, что он неубиенный. За СМЖ на лоу ХП, но бегает здесь за всеми. Ну что, гонят команду Вич и Гейминг. На отступлении, скорее всего, развалят. У Хао вроде все в порядке, у него есть Аэгис, может и он развернуться. Так, пошел за Эйром, Эйр уже без маны. Эйр здесь, скорее всего, умирает. Через секунду будет Ланс. Нет, Эйр убегает. Эйр убегает. Большой мувспид. Потеряли еще и Фенрира. Пока что файт у нас 3 в 0. А вот Кака у нас жертва, конечно, по всем абсолютно показателям. Здесь иллюзии допиливают Кака. Нет, иллюзии... Выживает Кака. Убивают Пэлла, сбивают Аэгис. По сути, это 4 в 0. И отходят игроки команды Вичи Гейминг. Тут 2 рахита всего осталось. Фантом Лансер и Морфлинг. Сильно не подерешься. Маны у Морфа нет. Фантом Лансер после Аэгиса есть. Все, но лучше отойти. Вот, да. Вижу тебя я сейчас. Потому что на одном стриме тебя много. Кто смотрел и тогда еще тебе вроде бан дали. Все верно. Все верно. Дали бан. Это была Дрим Лига. Мы собрали 14 с лишним тысяч. И дали бан. Потому что мы стримили на неофициальном начале. И выходим на официальный уровень. Поэтому подставляться так больше не можем. Вот поэтому мы и не берем матчи. И стараемся пореже пиратить. Жирные куски пока что не берем. Ну все будет. Главное вы не отписывайтесь. Все у нас впереди. И планы грандиозные. Хао. Перемещается в собственный лес. У него 2 200 уже есть на руках. Я думаю что Манта Стайл должен появиться. У Морфлинга. Есть Аганим. Ждем где этот Морф. Я забыл что дает Аганим на Морфлинге. Аганим на Морфлинге дает... Дает такой спелл и называется Гибрид. Этот спелл становится копией одного из героев. Так он был проюзан вот-вот. Где эта копия? Где Морф? Вот она. Делает копию Фантом Лансера. И после смерти этого... Это Гибриджи. Да я правильно понимаю. После смерти должен появиться из него Морфлинг. Так одну секунду. Да заклинание может использовать копия от Морфа. Ну а где заклинание? Копия от Морфа. Развалили. Так вот. Морфлинг с Аганимом делает копию... Выбранного союзного героя. Способной использовать все заклинания кроме ульта. Морфлинг появится на месте копии если она погибнет. Или время действия способности закончится. Странный был Гибрид. Значит куда он вообще делся? Короче штука очень-то полезная. Да спасибо большое. Тебе тоже удачи. У Баунти Хантера появляется Форс Став. Появляются Барабаны. Есть Транквилы. Баунти у нас из-за черты бедности вроде и выбрался. А на самом деле предпоследний по фарму. Леон на котором играет Фенрир. Тут на последнем месте. Но это вообще жесть какая-то. 28 минута. 3 600 Нетворс. Пусть капает больше чем у Леона по сути есть. Манта Стайл появляется на Фантом Ланцере. Укомплектован неплохо. У Айс Айс Айса уже есть Ultimate Orb. Я думаю что Морф у нас собирается либо в Яшу. Либо в Линкен Сферу. Скорее всего. Либо в Скаде. Да много вариантов конечно для Морфа. Хороший Морф это тот у которого 6 или 7 Морбов по сути есть в Итем Билде. Ну что за SMJ ловит у нас Танц. Раз уже в Инвиз его отправляют. Супер. Под БКБ. Третья ульта. В Инвизе у нас был супер. Теперь закончился Шадоу Уолк. FY вместе с Финриром стоят просто греются здесь в лучах тизера. Хао. Дальше за Вестбруком. Ну и Чарджи в Даркнесс не сработал. Не хватило ХП у нас в Вестбруку чтобы дождаться своего Чарджи в Даркнесс. Драгонайт уже со Станом, с Брисфайером. Просто бей-беги. Эйра ловят здесь. Из-за SMJ нет. Подстопил у нас супер. Лайт Страйкер и под ноги. Притихаус Лагуна Блейдом. Сжирает здесь Веспа. Ну и Притихоу просто огребает по полной от Финрира. Дальше за Эйром. И можно на мидлейн перемещаться. Потеряли Веспа. Слили ХП почти всем игрокам команды ХГТ. Эйра. Пять на лоу ХП. Опять развалили у нас Найт Сталкера. Ну и дальше за КК. Как же это за КК, за КК? Просто жесть какая-то. Почему убрать этого героя? Зачем? Если по сути это получается... Ну хрень. Хрень, иначе и не скажешь. Обычное бесполезное использование времени, сил, ресурсов и всего-всего-всего. В прошлой игре не зашел КК на баунтер, потому что... Потому что КК плохо играл на этом герое. Потому что он не подходит против команды Вичи Гейминг. Зачем второй раз пробовать, непонятно. Вроде профессиональный уровень, это тот уровень, когда второй раз ты одни и те же ошибки не допускаешь. Может не совсем профессиональный. Ну что, Вичи Гейминг. Подхилены здесь. Через Гвардиан Грифс. У кого-то уже есть. Дальше за Вестбруком. Вестбрук умирает. А у кого Гвардиан Грифс есть? Наверное у Леона. Нет, не у Леона. У кого? У кого? У Виспа. У Виспа Гвардиан Грифс. Самые дорогие тапки в мире у Виспа. И все. Хао. Годлайк уже. Денег, тьмать муча у ПЛа. Куча иллюзий. Да, без маны здесь игроки команды Вичи Гейминг, но хотя бы живые. ХГТ у нас втроем отправились в таверну. Падает мидлей. ХГТ не собираются писать ГГ или должны? Должны по сути. Давайте посмотрим байбеки. Ни у кого из команды Радиант нет байбеков. Падает вторая сторона. Ну, есть ли шанс отбиваться? ПЛ по Нетворсу, по-моему, на первом месте. Да, вообще 4 первых места за командой Вичи Гейминг. Ладно, я понимал бы еще. Айс Айс Айс, 14, 15, Супер, 15, Хао. Понятно, им можно отставать. Но здесь отстают ФВА. То есть ближайший и самый богатый в составе команды КГТ 8500. А здесь 3 человека по 15. Дороже всей команды. 2 человека из команды Вичи Гейминг. Ну, все равно бьются. Бьются, а почему сдаваться-то? Зачем было в Доту заходить? Все, пошли в Супер, а Супер юзает БКБ. ЗСМД разрезает здесь Веспа. Висва опять в таверну. Лагуна Блейд от Притихоу. Найт Сталкер на лоу ХП сразу же байбэк. Накопил денег Супер месяца с Кентавром. Кентавр в таверну. Опять у нас в таверну отправляется Кентавр без возможности байбэка. ЦВС Брук на лоу ХП. Ну и за Эйра здесь взялись. Развалили Эйра. Это трипл кило от Фантом Лансера. И он почти фулловый. И нечего здесь против него фармить. Ну что, вы это видели? Развал просто невероятный. Вичи гейминг в форме. Они пробуют новые комбинации. Вот этот вот хибрид меня немножечко удивил и не показался полезным. Тратить 4200 от морфлинга может быть, да. Может потому, что играли против команды Вичи гейминг не самые сильные герои. Там никто не был оверфармд. Поэтому не получилось в полной мере реализовать аганим на морфлинге. Ну, в другой ситуации, возможно, иначе все было бы. Так, одну секундочку. Я сейчас... Кое-что расскажу. Тут я смотрю про бурденов. У меня спрашивают... Нет, бурдены и Эмпайр я комментировать не буду. Точнее, Basically Unite. Bens Basically Unknown я не буду комментировать. Это Dreamhack Dream League. Возможности нет. Вот тот раз, когда меня забанили, один из наших зрителей об этом только что говорил. Это все была Dream League. Dream League шуток не понимает. Вот. Поэтому, что, друзья, на сегодняшний день это все. Лайв-трансляции окончены. Вам хорошего времени. Хорошего вечера. Отличной доты и каточек вам и профессиональных матчей. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Заходите в группу ВКонтакте. Мы все больше оборотов набираем. И нас это радует невероятно. И мы будем стараться радовать вас каждый день новыми яркими стримами. Вот. Поэтому... Ну все. На сегодня все. У микрофона был друг. Это была студия Игрокам ТВ. Была и остается. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся уже завтра. До связи. Продолжение следует...